Череповец не в первый раз принимает спартакиаду городов центра и северо-сападной России. На предыдущих домашних соревнованиях неизменно была победа. Важные зачетные очки всегда приносила легкая атлетика. Вот и на этот раз череповщане выставляют своих лучших спортсменов. Увы, но 16-кратный победитель чемпионатов России Максим Рафилович, как и большинство российских легкоатлетов из-за санкций Международной Федерации, не смог поехать на Олимпиаду в Токио, хотя готовился к этому много лет. Поэтому готов здесь, перед своими зрителями, показать хороший результат. «Назовем это так, что да, спартакиада вместо Олимпиады, в принципе, за родной город нужно выступить, как бы там ни складывалось, какие бы регалии и званий не были, в принципе, помочь всегда не против, тем более находимся здесь, дальнейших стартов по сезону как бы нету, да, вот у нас с середины июня чемпионат России закончился, и в принципе-то все ушли на заслуженный отдых, за исключением вот нашей десятки, которые позволили выступать на Олимпиаде». Легкоатлеты ответственно отработали весь Олимпийский цикл, но соревноваться вынуждены только во внутренних соревнованиях. Стартов не так много, поэтому и конкуренция в рамках этой спартакиады городов будет очень серьезная. «Здесь будет нешуточная борьба, на протяжении двух дней проходить с утра до вечера будет интересно. Тут приедут некоторые ребята, прям топовые атлеты, будут мастера спорта международного класса, будет интересно». Спартакиада будет проводиться по восьми видам спорта. Кроме лёгкоатлетики, это мужской и женский баскетбол и волейбол, мини-футбол, шахматы, пулевая стрельба, пауэрлифтинг и ушу. Заявки на участие поступили из 13 городов. Кроме Череповца, это Вологда, Северодвинск, Великий Новгород, Сыктывкар, Петрозаводск, Псков, Иваново, Котлас, Великий Устюг, Кострома, Архангельск и Тихвин. Будут задействованы несколько спортивных оренгорода. Садион «Металлург», дворец спорта, спорткомплекс «Юбилейный», дом физкультуры, физкультурно-оздоровительный комплекс и шахматно-шажечный центр. Все старты пройдут в течение трёх дней. Хозяева – претенденты на победу в большинстве видов спорта и, конечно, в общем зачёте. Владимир Сентябрёв, Сергей Павлов. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok